Жизнь, бьющая ключом Сегодня христиане много говорят о духовном возрождении, но переживают ли они его на самом деле? Я хочу показать вам, как стать возрожденным человеком. Чарльз Финней учил, что существует два вида возрождения, по воле человека и по воле Бога. И согласно его мысли, оба вида равноважны. Вам нужно знать, что по Божьему замыслу человек сотворен Господином Земли. Если вы хотите знать конечную цель для человечества, прочтите начало Библии. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Бытие 1.26 Творец поставил перед человеком задачу – господствовать над всей землей. Он решил сотворить человека и дать ему власть над всей землей и над всем, что есть на земле. Это очень ответственное поручение. Бог не создал вас роботом или марионеткой. У него есть ангелы, чтобы исполнять его поручения. Если вы хотите понять замысел Творца для человека, вам нужно вернуться к началу, к книге Бытие. Беда современной Вселенской Церкви Христа в том, что в каждой поместной общине преподают отдельные стороны Писания, не связанные в единое целое. А это ведет к противоречиям между отдельными доктринами в мировоззрении верующего, тогда как необходимо, чтобы все было связано в единое, не противоречивое целое. Причем всем должна управлять главная идея, связывающая остальные. Для верующего человека главные идеи – это владычество и вера. Они объединяют все остальные темы Писания. Без веры угодить Богу невозможно. А что угождает Богу? Исполнение его замысла. Человек поставлен хозяином над землей. Чтобы принять идею господства, христианину необходима вера. Вы можете сказать, но мы, кажется, собирались говорить о возрождении. Это правда. Однако вспомните, мы хотели не просто поговорить, не просто сформулировать словесное определение. Раз уж мы заговорили о возрождении, в конце разговора нам нужно возродиться. Наше служение учит о возрождении с позицией господства над творением и веры в Творца. Многие свидетельствуют нам, это учение несет свободу, дает жизнь. Я пришел сюда больным, а ухожу здоровым и умиротворенным. Почему же я не знал об этом раньше? Я отвечаю, потому что вас так научили. Научили не верить в то, что было у вас под носом все это время. Я всего лишь учу Писанию и заявляю каждому, любой способен на такое. Мы видим живые подтверждения нашего учения. А вас учат не верить этим подтверждением. Я редко встречал христиан, которые верят в два простых определения. Все, что угодно и кто угодно. Бог говорит все, что не попросите. А христиане придумывают всякие отговорки для того, чтобы не верить Богу. Они не верят в то, что кто угодно может попросить все, что угодно. Как-то мне пожаловался один верующий. Вы не понимаете. В том большом зале, где мы все могли бы собираться, проводит встречи масонская ложа. После них остается такая аура, что невозможно проводить служение. Такие люди не верят Писанию, утверждающему, что ничто не может повредить нам. Ничто не может противостоять нам, поскольку с нами Бог. Наш Господь не является одним из тысяч богов, скажем, Богом номер 350. Нет никого больше Него. Он единый, великий Бог. Он не просто божок города или земли. Он Бог всей вселенной. Иисус сказался морянке у колодца. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Иоанна 4, 23, 24 Большинство людей не поклоняются Богу в Духе и Истине. Поклонением мы называем свое нытье, жалобы и бесконечные дай-дай. Поклониться – значит принести кому-то дар, не ожидая воздаяния. Многим церквям нужно изменить свое отношение к поклонению. Истинный поклонник не клянчит у Бога силы, не просит проявлений Святого Духа, он славит Бога, говорит Ему, как Он прекрасен. Вам нужно на основании Писания славить Господа за то, кем Он является, и благодарить за то, что Он сделал лично для вас. Если мы хотим быть истинными поклонниками, нам нужно серьезно подкорректировать свое мышление. Согласны? Я хочу, чтобы появлялись христиане, подражающие Христу во всем, чтобы из таких состояло тело Христово, чтобы они истинною любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос. Ефесянам 4.15 Вы, конечно, можете провести черту между собой и Богом, или вам в этом может помочь дьявол, используя религиозное заблуждение. Но сам Бог такой черты не проводит. Он разрушил стену между собой и людьми. Нам следует неукоснительно придерживаться того, что Писание говорит о наших отношениях с Господом. Того же нам нужно придерживаться и в учении о возрождении. Давайте вдумаемся в эти строки. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Бытие 2.15 «И взял Господь Бог человека» Речь идет об Адаме. «И поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». «Возделывать и хранить» означает беречь, защищать, присматривать, оберегать. Нам нельзя забывать, что мы не лепим Бога своими руками. Так поступают язычники. Божество, созданное руками человека, и выглядит как человек, или еще хуже. Недавно я побывал в Таиланде и Индонезии. Статуи их богов – самые уродливые из всех, что я видел раньше. Они просто ужасны. Думаю, скульпторов, создававших эти изображения, вдохновляли демоны. Так что эти статуи, по сути, изображают демонов. А люди поклоняются им. Порой и мы называем Богом то, что таковым не является. Мы делаем идолов из своих амбиций – машины, рыбалки, работы, денег. То, во что вы помещаете большую часть своих финансов и является вашим башком. Поймите, не мы создали Бога, а Он нас создал. Он намного больше нас, и нельзя придать ему очертания статуи. Никакое изображение, даже самое прекрасное, не отразит его правдиво. Если ваш сынишка нарисовал вас в стиле «палка-палка огуречек», получился человечек, вы повесите этот шедевр на стену, потому что любите сына, а вовсе не потому, что это вылитый вы. Как бы мы ни пытались, мы не можем изобразить Бога во всей его славе. «Господи Божий наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес!» Псалом 8, 2 В Библии рассказывается о том, как люди хотели забросать Иисуса камнями. Когда Он спросил их «за что?», они ответили «за богохульство» и «за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иоанна 10, 33 Дальше Иисус отвечал им «Не написано ли в законе вашем «Я сказал, вы боги», если Он назвал богами тех, которым было Слово Божие и не может нарушиться Писание?» Иоанна 10, 34-35 Некоторые люди приходят в замешательство от того, что Иисус называет человека Богом. Но давайте разберемся, что говорит Библия о разнице между Богом с большой буквы и Богом с маленькой буквы. Есть только один Бог, который превыше всех и всего. Таких же, как Он, больше не существует. Бог сотворил человека с правом господствовать над землей. По сути, это означает, что Господь создал человека Богом этой планеты, то есть управляющим. Когда мы говорим Бог Яхве, Бог Отец, мы подразумеваем автономную верховную личность, существующую сама по себе, без всякой внешней поддержки. Когда же мы говорим «Бог» с маленькой буквы о человеке, мы не имеем в виду такого же самодостаточного существования. Человек нуждается в Боге для того, чтобы существовать. Бог не нуждается в нас, чтобы существовать. Мы зависим от Бога и в этом смысле не равны Богу Отцу, Богу Сыну, Богу Духу Святому. Например, когда я говорю «начальник», это может подразумевать настоящего начальника, а может, исполняющего обязанности начальника. Вы этого не поймете, пока я не уточню. И того, и другого в настоящий момент можно назвать начальником. Кроме того, я хочу сделать акцент на том, что исполняющий обязанности начальника имеет полномочия начальника. Как уже говорилось, у человека есть власть. Это так, но и не так. Я, Керри Блейк, не имею никакой власти, пока не поверю в Христа. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Только благодаря вере у меня появляется власть. Но не власть Керри Блейка, а власть Христа. И не чуть-чуть власти, а во всей божественной полноте. У меня есть вся власть, которой обладает Христос. Не капелька, а вся, потому что я его наследник. Но эта власть не моя, и она не зависит от того, сколько я потружусь для Господа. Невозможно расширить границы власти, которая уже дана Христу. Писание утверждает, и приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле» Матфея 28,18. Это категорическое заявление. Вся власть на земле и на небе. Задумайтесь об этом. Верите ли вы во всякую власть? Если у Христа вся власть на земле и на небе, то сколько власти осталось у дьявола? Ответ. Нисколько. Если бы у дьявола оставалось хоть немного власти, тогда у Христа не было бы всей власти. Итак, у дьявола нет никакой власти, но у него есть возможности, о которых упоминается в Луки 10,19. Вот такую власть дал нам Бог в имени Иисуса. Дал способность действовать подобно Ему, ломая любое сопротивление дьявола. Если у Христа есть вся власть, и живете уже не вы, но Христос в вас, то вся эта власть есть и у вас. Все, что Иисус мог попросить у Отца, живя на земле, можете просить и вы. Все, что мог сказать и сделать Он, можете и вы. Вы только не можете стать жертвой за грехи человечества, а все остальное можете. Вы едины с Богом. Он сделал вас подобными себе. Вы одно в Духе Святом. Небеса поддержат вас так же, как поддерживали когда-то Его. Давайте снова обратимся к началу начал. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». И сказал Господь Бог, «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. Бытие 2.16.19 Бог создал животных, затем привел их к Адаму, с интересом наблюдая за тем, как он их назовет. И далее мы читаем, «И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника подобного ему». Бытие 2.20 «А перед этим говорится, и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Другими словами, Творец сказал, «Дадим человеку господство над всей землей, пусть он присматривает за ней, пусть владычествует над всем летающим, плавающим и ползающим». И вот что главное, Бог верен своему слову. Он сказал Адаму, «Весь этот мир, сотворенный мной, я дарю тебе, ты будешь возделывать и хранить его». Работа Адама заключалась в том, чтобы управлять землей, он был исполняющим обязанности Бога на земле, он должен был исполнять Божью волю на земле. Однако мы знаем, что Адам не стал управляющим. Он отдал свою власть дьяволу. Из разговора сатаны с Иисусом, когда он искушал Христа в пустыне царствами мира, мы видим, что эти царства отданы ему. Дьявол получил господство над землей в адамском саду. Павел пишет о Боге века сего, который ослепляет умы людей. Ослеплять умы – это и есть задача сатаны. Если дьявол обрел господство над миром в Эдеме, значит этого господства у него не было изначально. Изначально власть была у Адама. Поэтому он и имел возможность отдать ее сатане, а сатана – передать Иисусу, если бы тот поклонился ему. Если сатана стал Богом этого мира, получив владычество от Адама, тогда кем был Адам до отдачи своего владычества? Он был Богом этого мира. Не забывайте, Богом с маленькой буквы. Это означает лишь обладание правом господства над всем, но не божественность. А теперь по-новому взгляните на свои властные полномочия. Вы опять спросите, ну так как же все это связано с возрождением? А вот так Иисус послал своих учеников исцелять больных, воскрешать умерших, изгонять бесов, проповедовать Евангелие. Матфея 10.8 Прежде всего, Он делал это из любви к людям. Он хотел помочь им и разрушить дела дьявола. Деяние 10.38 Последователи Иисуса делали то же самое, они освобождали людей, и те духовно возрождались. Освобожденные и возрожденные люди наполняются радостью и начинают исполнять Божью волю, благословляя других. Таким образом, свобода распространяется больше и больше. В этом предназначение человека благословлять других. В этом смысл его существования. Верующие должны иметь желание по всему миру нести освобождение и великую радость всем, кто отзовется и примкнет к Церкви Христовой. Радость заразительна, и возрождение в Церкви, наполненное радостью, гарантировано. Возрождение не прекратится, если христиане верят в свое господство и пользуются им в борьбе с дьяволом, являя людям доброту Божью. Доброта же Божья побуждает людей каяться, и это бесконечный процесс. Верующий может думать о себе так, я какой-то неполноценный, Бог сэкономил на мне, Он, конечно, что-то вложил в меня, но далеко не все. Есть разница между благовестием и пробуждением. Благая весть спасает невозрожденных людей. Пробуждение необходимо возрожденным, спасенным людям, которые уверовали в Бога, но со временем остыли, успокоились, обленились и заснули. Однако истинный христианин не нуждается в пробуждении. По сути, пробуждение – это Евангелие для верующих. Каким бы слабым ни выглядел христианин, к нему нельзя относиться, как к неверующему человеку. Верующий знает Бога, а неверующий – нет. У Него нет никакой связи с Творцом, нет никаких отношений с Ним. Иисус сказал, что любящие Его исполняют Божьи заповеди. Если же вы не исполняете Его заповедей, значит, вы не любите Бога. Я уверовал в Спасителя, когда мне было 9 лет. Спросив вы меня в юности, люблю ли я Бога, я ответил бы утвердительно. Но так ли это было на самом деле? Ведь в то же самое время я грешил и не жил в согласии с Божьими заповедями, так что фактически, если следовать библейскому пониманию, я не любил Бога. Было время, когда все махнули на меня рукой, так низко я пал. Но один мой друг не сдавался. Каждый раз он поджидал меня у дверей ночного клуба и провожал домой. Он никогда не читал мне морали, все и так было очевидно. Он только говорил, «Керри, ты же сам знаешь, что ты не такой. Ты совсем другой. Ты впустую тратишь время, не делая то, к чему призвал тебя Бог. Ты сдался». Да, я опустил руки, но он никогда не укорял меня за это. Никто вокруг уже не верил в то, что я смогу исправиться, а он все повторял. «Да хватит уже. Христиане так не поступают. Это же не ты настоящий». По ночам, не в силах соснуть, я буквально рыдал, взывая, «Господи, не забывай меня. Ты же знаешь, я не собираюсь оставаться таким всю жизнь. Я же стараюсь из этого выбраться». Моя беда была еще в том, что я не хотел общаться с верующими. Я говорил Богу, «Ты знаешь, что я люблю тебя, но детей твоих не переношу». Мне не нравились церковные собрания, но как быть христианином вне церкви, я не знал. У меня было ложное представление о церкви. То есть я хочу сказать, что верующий человек может пытаться убежать от Бога, но из этого ничего не получится. Конечно же, я не советую вам впадать в отступничество. Я всего лишь говорю, что единственный критерий, по которому вы, впав в отступничество, сможете определить, что вы рожденный свыше человек, это щемящая уверенность глубоко внутри вас. Я таким не останусь. Я обязательно выкарабкаюсь. Это хороший знак, который говорит о том, что Бог все еще не оставил вас. Может быть, эта история из моей юности вам поможет. Замечательно сознавать, что Бог не отбирает у человека того, что дал ему. На протяжении всей жизни я вижу подтверждение этому и хочу, чтобы и вы в этом утвердились. В первой главе книги Бытия написано о том, как Бог дает человеку господство. Вторая глава повествует о том, как он приводит к Адаму животных, чтобы тот назвал их. Творец не забывает своих же правил. Он не указал Адаму, назови это животное так, а вот это так. Нет, он предложил, Адам, вот животное. Как ты думаешь их назвать? Попробуйте понять, что я пытаюсь до вас донести. Пробудитесь внутренне, чтобы увидеть. Бог дал человеку власть, а в жизни человека эта власть может не осуществляться. Если воля Божья в вашей жизни не исполняется, это не значит, что так и должно быть. Может, все дело в том, что вы просто непослушны Богу. К примеру, представьте себе, что Бог привел животных к Адаму, чтобы тот назвал их. А Адам заявил, Боже, это твое дело, ты творец, ты делаешь все, что хочешь, ты суверенный правитель, так что назови этих животных сам, если уж это так нужно. Скажите мне, получили бы животные имена? Нет. Почему? Потому что эта обязанность была дана Адаму. Животные оказались бы бесхозными, никому не нужными и находящимися ни под чьей опекой. Мы должны понять, то, что Бог предназначил делать нам, Он за нас делать не будет. Один Божий человек сформулировал это так. Никогда не просите Бога о двух вещах. Первое. Сделать то, что Он уже сделал. Второе. Сделать то, что должны сделать вы. Задумайтесь над этими словами. Если Писание говорит о чем-то, что должно происходить в вашей жизни, не сидите и не ждите, что Бог все сделает за вас. Ведь Он ждет, когда это сделаете вы. Господь никогда не учил молиться за больных, не говорил, что нужно убедить больных уверовать. Он просто сказал, идите и исцеляйте больных. То есть, находясь рядом с больным человеком, не надо просить Бога исцелить его. Иисус, живущий в вас, сделает это через вас. Он будет действовать через вашу веру. Но это не значит, что вы Ему указываете, что делать. Вы присоединяетесь к воле Отца, так же, как это делал Иисус. Он приказывал болезни, но не указывал Отцу. Осознаете ли вы, что болезнь – это форма жизни? Микробы и вирусы, убивающие людей, живые. Они едят. Они растут, размножаются. Вспомним еще раз. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Бытие 1.26. Человек был поставлен владычествовать над всем. Хоть что-то на земле находилось не под его властью? Нет. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, «И благословил их Бог, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Бытие 1.27.28. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, следует понимать, как благословил их Бог, говоря». Благословением были его слова. Если Бог говорит, это сбывается. Вот в чем суть благословения. Он не сказал, «Я благословляю вас, а теперь послушайте, что скажу». Нет, благословением было именно то, что он сказал. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь». Эти слова означают, что владычество предназначалось многим людям. «И наполняйте землю, и обладайте ею». Позвольте мне распространить это и на Новый Завет. «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Хотите узнать волю Божью для своей жизни? Это очень просто. Посмотрите на все, что вас окружает, небесным взглядом. И как только увидите, что оно не соответствует небесному стандарту, начинайте это исправлять. Раз вы молитесь, да будет все на земле, как на небе, тогда исправляйте неправильное, пока оно не станет таким, как на небе. Больных на небе не будет, там нет болезней. Откуда это известно, в Писании сказано, что там не будет ни горя, ни болезней. Божья воля такова, чтобы болезней не было вообще. Любые болезни должны истребляться властью верующих, властью господствующих над землей. Бог сказал, «И владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Это значит, над всем живым и движущимся на земле. Относятся ли болезнетворные микробы к разряду животных? Некоторые люди убеждены, что все болезни вызываются бесами. Врачи же видят причину в болезнетворных микробах, и они не могут примирить эти два тезиса. Но мы можем, потому что сказано, что у нас есть власть над всем живым на земле. Это живые организмы, которые можно увидеть в микроскоп, и микробы, и вирусы, и бактерии. Они заразны. А знаете, что такое зараза? Это способность перемещаться из одного места в другое. Нам же дана власть над всем живым на земле. Мы имеем господство не только над бесами, но и над микробами, вирусами, бактериями. Мы можем сказать им, «Умрите!» И они умрут. Джон Лейк находился в Африке во время эпидемии малярии, унесшей тысячи жизней. Когда люди умирали, на губах у них оставалась пена. Рассматривая эту пену под микроскопом, врачи увидели массу живых, движущихся микробов. Лейк брал эту пену в руки с верой в то, что у него есть владычество над всем живым, а затем возвращал врачам. Те снова проверяли ее под микроскопом. И что же они видели? Все микробы были мертвы. Медики недоумевали. «Как вы это объясните, Джон?» А он отвечал, «Все очень просто. Закон духа жизни во Христе Иисусе сильнее закона греха и смерти». Поймите, закон смерти не может действовать рядом с христианами, которые живут в соответствии с законом духа жизни во Христе Иисусе. Джон Лейк сравнивал силу Божию, действующую в духовном измерении, с природным электричеством. Знаете ли вы, где самый чистый воздух на Земле? Там, где секунду назад вспыхнула молния. Весь воздух в этом месте ионизирован и абсолютно чист. Там нет ни одного микроба. Подобным же образом и сила Божья проносится молнией сквозь тело христианина, уничтожая все болезни. Я верю, что Евангелие, благая весть Иисуса Христа, Его смерть и воскресение является силой Божией ко спасению, исцелению, освобождению и процветанию для всех верующих. А сила Божья приходит через веру. До появления квантовой физики некоторые явления трудно было объяснить научно, но теперь наука начинает разъяснять, как действует Божья сила. В мире квантов все может быть всем. Разве это не удивительно? В этом мире нет объектов, в нем есть только возможности. Есть такое выражение «возможно все». Это как раз принцип жизни в квантовом измерении. То есть, ничего еще не образовалось, но может образоваться все, что угодно. Возможно все. Я проповедую о вере, о помазании, о дарах. Но на квантовом уровне это уже не отдельные сущности. Они становятся одной общностью. Как человек исцеляется? Верой. Участвует ли в этом помазании? Конечно. Исцеление – это дар? Несомненно. Понимаете, Писание говорит, что Бог содержит все словом своей силы. Не силою своего слова, но словом своей силы. Бог обладает силой, которая воплощается через его слово и склеивает этот мир воедино. Бог сказал, да будет свет. Свет, если говорить о квантовой физике, это то, что удерживает этот мир от распада. Мир возможностей – это такое измерение, в котором все, во что ты веришь, осуществляется. Если вы доверяете Богу, у вас появляется на вооружении не только его слово, но и вся Божья сила. И вы способны сделать все необходимое, чтобы изменить обстоятельства в пользу Божьих принципов. Точно так же исполняющий обязанности начальника пользуется всей властью начальника, чтобы внедрить какую-то директиву. У исполняющего обязанности столько же власти, сколько у самого начальника. Позвольте мне кое-что уточнить. Есть полномочия внутренние, а есть внешние. О внутренних говорится. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Ефесянам 4.11.12 За стенами церкви власть этих служителей не признается. Вы можете быть апостолом внутри церкви, но за ее пределами вы просто христианин. Бесам безразлично, апостол вы или евангелист, они признают только имя Иисуса Христа. И если вы носите его имя, они вас слушаются. Так? Поэтому перечисленные полномочия относятся к внутренним. Представьте такую ситуацию. На перекрестке стоит полицейский, зеленый новичок, никаких звездочек на погонах, никаких медалей. Но он останавливает машины и те подчиняются. Почему? Потому что увидев форму полицейский значок и кабуру, водители понимают, что обязаны остановиться. Но если в машине едет капитан полиции, он может и не остановиться. Или притормозить, поговорить с полицейским и двинуться дальше. Почему? Потому что власть капитана выше власти рядового полицейского. Но обычные водители видят просто полицейского. Им все равно капитан он или сержант. Важно лишь одно, у полицейского есть власть. Когда патрульный появился на своем рабочем месте, он понимал, что у него есть власть над гражданскими. Знал, что может приказать им остановиться и они будут повиноваться. Но при появлении капитана поведение патрульного изменилось. Он вдруг начал отдавать честь и отвечать «Да, сэр». Слушаюсь, сэр. Почему? Потому что он встретил человека, обладающего внутренними полномочиями. Поэтому для внешнего мира имеет значение только то, что вы христианин. У вас есть внешние полномочия, так что не морочите себе голову отговорками «Я не то, я не сё». Не отказывайте себе в праве быть самим собой только из-за того, что вы не похожи на кого-то. А уж если вы возьмёте на себя ещё и ответственность в самой церкви, тогда у вас появится и внутренние полномочия. Когда у Иисуса спрашивали, что нам делать, чтобы творить дела Божьи, Он отвечал «Это очень просто. Верьте в того, кого Бог послал». Понимаете, вам не нужно напрягаться в одиночку, если вы уверовали в Христа. Вы вошли в Его покой и нашли вечный мир душе своей. Теперь уже не вы сами трудитесь, но Иисус вместе с вами. Это понимание должно внутренне вас освободить, потому что Бог производит в вас хотение и действие. Вам лишь нужно позволить Ему это делать. От верующего исходит Божья жизнь, поэтому больные в Его присутствии должны исцеляться даже без возложения рук. Есть общины, к которым подавай все новенькое. Пасторы кормят слушателей все новыми и новыми учениями, привлекая этим последователей. В головах у таких людей все перемешано, а в догматике подобных групп много странного. Но мы должны стоять на истине Божьего Слова. Я для вас не высший духовный чин, я просто инструктор по строевой подготовке, который может привить вам навыки, необходимые во время боевых действий. Я желаю, чтобы вы достигли всего, что вам предназначено, чтобы вы одолели любого врага на своем пути. Я надеюсь, что вы будете расти в вере. Мне хотелось бы, чтобы вы выросли настолько, что уже не нуждались бы в наставнике, чтобы вы научились полагаться только на живущего вас Иисуса, а не на людей, пусть даже и высокодуховных. Получилось ли у меня объяснить вам, что вы обладаете властью над всем живущим на земле? Убедил ли я вас в том, что у вас есть полномочия уничтожать микробы и вирусы, чтобы тело становилось подобным небесному, а не адскому? Давайте прочитаем эти строки. Симон, Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. 2 Петра 1.1 Разве не о вашей равнодрагоценной вере здесь идет речь? У апостола Петра была равная вера со всеми остальными христианами, и он исцелял хромых и воскрешал мертвых. Если ваша вера равна его вере, вы можете делать то же самое. Читаем дальше. Благодать и мир вам доумножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. 2 Петра 1.2 Как умножится в познании Бога и Христа Иисуса Если у вас нет познания Бога, благодать и мир в вас не будут умножаться. Если некто подойдет ко мне и скажет «У меня вот такая беда и я не знаю что мне с ней делать», я отвечу настолько вежливо насколько у меня получится «Твоя настоящая беда в том, что твой разум не утвержден в познании Бога». Писание говорит, что Бог сохранит тебя в полном покое, если твой ум сосредоточен на нем. Тебе нужно переключить свое внимание на познание Господа и мир Божий сойдет на тебя. Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. 2 Петра 1.3 Заметьте, слово «даровано» стоит в прошедшем времени, а местоимение нам говорит о том, что даровано всем, обладающим равно драгоценной верой, то есть и нам с вами. А как вы воспринимаете слово «все» из этого отрывка? Все это для вас или что-то вам не было дано? перечитайте еще раз «все потребное для жизни и благочестия» что же такое потребное для жизни и благочестия? Сочетается ли исцеление с жизнью и благочестием? Да, сочетается, потому что если человек не будет исцелен, он умрет, так что это сочетается с жизнью. А помазание и дары относятся к жизни и благочестию? Конечно! А раз так, то помазание и дары уже даны вам. Но как даны? Через познание призвавшего вас, о чем говорится и во втором стихе. Вам все уже дано, но проявилось ли это в вашей жизни? Если не проявилось, то только из-за отсутствия познания, вы можете быть наследником несметных богатств, но даже не знать об этом, а следовательно и не пользоваться этим. Особенно если вас научили, что вам нужно этого достигать неимоверными усилиями, тогда как вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. Колоссянам 2.10 Заметьте, тут не сказано, что вы совершенны в нем. Сказано, что в нем у вас есть вся полнота. Другими словами, у вас нет никакого дефицита. если у новорожденного нет увечий, то он полноценен, у него есть вся полнота, и все-таки ему еще предстоит вырасти. Вы также родились свыше полноценными во Христе, то есть ничего к вам добавляться не будет, но вам предстоит расти в познании того, как жить и действовать в соответствии с той полнотой, которую Бог вам предопределил. Давайте еще раз прочитаем. Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. 2 Петра 1.3 Обратите внимание на слова славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. 2 Петра 1.4 которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования. Великие означает превосходящее любое воображение, обетованиям дабы дабы вы через них относится к этим превосходящим воображениям обетованиям, благодаря которым вы можете стать причастниками божеского естества. То есть, через познание этих драгоценных обетований, через понимание их, через осознание того, что вы полноценны во Христе вы удалитесь от господствующего в мире растления похотью. Читаем дальше. То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность. 2 Петра 1.5 Обратите внимание, там не говорится, что нужно просить Бога добавить вам добродетели. Сказано, чтобы вы добавили добродетель к вере, а к добродетели рассудительность. В рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестие братолюбие, в братолюбии любовь. 2 Петра 1.6 7 Петра хочет, чтобы мы продолжали добавлять одно к другому и ваша ответственность развивать эти качества характера. Это делаете вы, а не Бог за вас. Вы Бог находится внутри вас во всей полноте и совершенстве. Все, что он начинает, он доводит до конца. Все, что он должен был сделать для вас и вас, он сделал. Теперь остается ваша часть. Я объясню вам, почему это именно ваша ответственность. Давайте снова заглянем Писании. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. 2 Петра 1 8 Если у вас до сих пор есть вопрос, почему ничего не происходит, ответ перед вами. Если вы развиваете перечисленные качества, то не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Если у вас, как у христианина, ничего не получается, начните развивать то, что предлагает апостол Петр. Для ученика Иисуса Христа нет школы лучше. А в ком нет сего тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. 2 Петра 1 9 Здесь говорится о том, кто не живет, как новое творение. Он забыл, что был очищен и надоедает Богу просьбами сделать за Него то, что он должен сделать сам. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая никогда не преткнетесь. 2 Петра 1 10 Посему подразумевает что нужно не только слушать, но и делать твердым ваше звание и избрание, так поступая никогда не преткнетесь. Хотите знать, как никогда не спотыкаться? И вообще, возможно ли никогда не ошибаться? Петр говорит прямо, что так поступая, никогда не приткнетесь. Другими словами, если вы не будете поступать как надо, то обязательно споткнетесь. Развив же перечисленные Петром качества характера, мы не будем падать. Апостол Павел пишет, по сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. 2 Тимофею 1.6 Слово «напоминаю» связано с умом. Бог дал вам новый ум, новый дух. Вы новое творение в его духе. Ваш дух совершенен и полноценен в нем. Не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Вот ваша главная задача. Римлянам 12.2 Основная наша деятельность происходит в уме. Нам необходимо обновлять свой ум. Обновляется ум, изменяется жизнь. Библия не говорит, что ваша жизнь преобразуется прикосновением Божьим или возложением рук. Согласно Писанию, она преобразуется, когда вы обновляете свой ум. Вы можете получить чудо исцеления, но через некоторое время вам снова придется встать в очередь за исцелением, если вы не будете обновлять свой ум Словом Божьим. Дьявол может действовать только в необновленной части вашего ума. Он пытается затуманить или ослепить ваш ум, возбуждая ваши земные амбиции. Авраам был силен в вере. Он считал собственное тело инструментом Божьим. Сатана будет убеждать вас в том, что ваше тело только ваше, чтобы вы забыли о верности обещавшего. Мы только что упоминали отрывок «Напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение» 2 Тимофею 1.6 Кто должен возгревать дар Божий? Бог? О, я жду, когда Бог начнет действовать во мне. Жду его побуждения, хочу ощутить его помазание. Жду, когда он воспламенит меня. Но апостол Павел пишет Тимофею, сын мой, напоминаю, что это не случится само по себе. Дар нужно воспламенять. Воспламеняй Божий дар, который уже в тебе. Поймите, мне не нужно проповедовать об исцелении, чтобы произошло исцеление. Я проповедую слово Божье, а значит исцеление произойдет. Как-то я проповедовал о правильном отношении к деньгам несколько воскресеньев подряд, и у людей стали налаживаться финансовые дела, потому что они поступали по Писанию. Вы получаете то, о чем проповедуете. Но вы не проповедуете для того, чтобы получить, хотя вы можете проповедовать об исцелении, и оно наступит. Если я говорю только об исцелении, то люди, которые не нуждаются в этом, не получат благословения. Поэтому я проповедую слово Божье, чтобы и больные исцелялись, и отягощенные сердцем освобождались. Слово Божье живо и действенно для каждого. Оно не должно быть узконаправленным. Толпы обычно стекаются туда, где происходит что-то сверхъестественно. Если вы живете в духовном измерении, чудеса будут происходить. И эти удивительные явления будет совершать Бог. Существует немало свидетельств людей, с которыми происходили такие чудеса, и эти рассказы потрясают. Многих известных проповедников люди считают особенными. Во время их проповедей случаются разные необычные вещи. Но я не хочу, чтобы меня возводили на какой-то пьедестал, когда я учу об исцелении. Я всегда подчеркиваю отсутствие какой-то разницы между мною и теми, кому я проповедую. Обучая аудиторию, я учу и самого себя. Начни я говорить о том, что у меня дар исцеления от Духа Святого, что я постился 40 дней и неделями молился по 23 часа в сутки, чтобы обрести силу этого дара, для большинства верующих это стало бы камнем преткновения. Они никогда не решились бы на такой подвиг. Поэтому, говоря об исцелении, я излагаю суть на самом простом уровне, доступном любому христианину. Я просто провозглашаю истину Божью по благодати, не по делам. Но хотите ли вы оставаться всю жизнь на таком простейшем уровне? У меня в жизни случались чудеса не только в сфере исцеления. И дальше я желаю расти во всех Божьих сферах, поднимаясь на новые уровни свободы. Но здесь я хочу сделать уточнение. С одной стороны, это происходит по Божьей благодати. С другой, мы несем ответственность за рост в этой благодати, шаг за шагом воспламеняя в себе дар Божий. Бог может исцелять даже через тех верующих, чей дар не возгрет. Это нижайший уровень, никаких ощущений, никакого вдохновения, просто Слово Божье, факты и истина. Но если вы умеете воспламенять свой дар, это несравненно лучше. Итак, начинайте с нижайшего, однако постепенно вам нужно подниматься на новые уровни. Мне очень нравится проводить время с Господом. Чем больше я с Ним общаюсь, тем больше откровений получаю, и тем шире мои возможности. Я бы сказал так, чем больше я общаюсь с Богом, тем больше мне хочется оставаться наедине с Ним. Сохранилось много историй о святых древних времен, вроде Франциска Азистского. Они жили в монастырях, размышляли над Писанием, молились. Рассказывают, что люди, ненароком войдя в их келью во время молитвы, видели их парящими в воздухе на высоте полуметра и выше. Джон Лейк рассказывал подобное о своих богослужениях в Африке. Когда он начинал молиться, и люди в первых рядах молились вместе с ним, они поднимались в воздух на 20-30 сантиметров. Это факт. Нет ничего невозможного, если вы проводите время с Богом. Однако с вами не обязательно должно случаться что-то подобное в подтверждении того, что в вас действует Божья сила. Такое дается не каждому. Путаница начинается тогда, когда подобные явления преподносятся как норма жизни каждого верующего в качестве подтверждения действия в них Божьей силы. Но Бог любит всех и действует через каждого христианина, на каком бы простейшем уровне он ни находился. Надеюсь, все-таки, что простейший уровень не ваш. Ваш уровень – проводить больше времени с Господом и обновлять свой ум. Общаться с Богом потому, что вы любите Его, а не потому, что хотите что-то от Него получить. Я не хотел бы, чтобы мои дети общались со мной только потому, что я оплачиваю их нужды. Мне хочется, чтобы им просто нравилось проводить время со мной. Чаще всего мы обращаемся к Богу, когда нам что-то от Него нужно. Но разве мы не должны думать так? Мне ничего не нужно, у меня ведь все есть. Разве не об этом, писал Павел, мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Другими словами, у меня ни в чем нет недостатка, и я ничего не хочу. Поймите, к Богу нужно приходить не за помазанием, не за даром, не за благословением. Вы приходите к Нему потому, что любите Его и хотите побыть вместе с Ним. Но самое интересное, что после разговора с Отцом Небесным вы оказываетесь одаренными всем, что вам нужно, хотя даже и не просили об этом. Если ваш ребенок будет все время приходить к вам с протянутой рукой, то у вас появится привычка отвечать ему, что тебе надо. Но если он придет, потому что хочет с вами поговорить по душам, вы прекрасно проведете время. Когда же он наконец решит уйти, вы сами спросите вслед, а может тебе деньги нужны? Он не спросил, но вы сами предложили, потому что любите Его. Павел пишет, «Дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». 2 Тимофею 1.7 Апостол всегда говорит о Божьей силе. Но для того, чтобы эта сила протекала свободно через вас, ваш ум должен обновиться и войти в согласие с волей Божьей. Петр пишет, «Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл». 2 Петра 3.1 То есть в обоих своих письмах апостол пытался возбудить в верующих чистый смысл. Каким образом? Напоминанием. Он обращается к их памяти. Возбуждать в себе чистый смысл, возгревать Божий дар нужно напоминанием того, чему вы научены и что с вами произошло. Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. 2 Петра 3.2 Размышляйте над Словом Божьим, и ваш ум будет обновляться. Последовательность такова. Вы воспламеняете свой дух, обновляете ум напоминанием Слова Божьего, начинаете исполнять Слово, и тело последует за Духом и умом. Слово Божье будет осуществляться и в Духе, и в Душе, и в Теле. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, «Сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни» Иуды 20.21 Молясь Святым Духом, вы назидаете и сохраняете себя в вере. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья» Ефесянам 5.17 Павел говорит, что не познавать волю Божью безрассудно, а познается она обновлением ума. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом» Ефесянам 5.18 «Хорошо, Павел, а как наполнится Духом?» «А вот как!» «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу» Ефесянам 5.19 «Именно так мы возгреваем себя духовно» Вы скажете, я думал, что мы будем говорить о пробуждении, а мы и говорим о нем. Я рассказываю о том, как пробудиться и больше не засыпать. Я говорю о том, как оставаться горящими и твердо стоять в вере. Чтобы наполниться Духом, мне не нужно идти на собрание, я всегда должен быть наполнен Духом. Мне не позволительно быть непробужденным. Люди звонят мне круглые сутки и я должен им помочь. В одной местности началось пробуждение и некоего очень известного проповедника спросили «Хотите отправиться туда?» Он ответил «Нет». Люди удивились «Почему?» «Нам казалось, вам нравится то, что там происходит». «Да, нравится», — ответил проповедник, «но я не поеду туда, чтобы не помешать пробуждению, ведь если я туда отправлюсь, я ему помешаю намеренно, поскольку я больше этого пробуждения». Вы скажите, звучит крайне самонадеянно. Нет, это не самонадеянность, а ясное осознание того, кем этот проповедник является во Христе, на каком уровне он находится. Он говорил «Я не ищу Божьих проявлений, Божьи проявления во мне». Вот так должны мыслить и мы. Писание предупреждает, тогда, если кто скажет вам «Вот здесь Христос» или «Там, не верьте» — Матфея 24, 23. «Христос» означает «помазанник». Другими словами, если вам скажут «Вот здесь помазанник» или «Там помазанник», не мчитесь туда со всех ног. Почему? Потому что Царство Божье внутри вас, и вам нет нужды вылавливать помазанников и бегать по разным собраниям. Не поймите меня превратно. Мы должны собираться вместе, мы должны общаться. Я не говорю, что собрания не нужны. Я говорю о том, что у вас нет недостатка ни в чем, даже если вы не попали на собрание, потому что вы полноценны в нем. Когда мы начинаем бегать по разным общинам, ища чего-то необыкновенного, мы нарушаем Писание. «Так, я должен получить это помазание, а в том месте есть дар пророчества, и он мне тоже нужен. А вот там есть пророческие сны и видения, и я тоже такое хочу». Дело в том, что если кто-то делает что-то силой Духа Божьего, то то же самое можете делать и вы, ведь этот же Дух есть и в вас. Вам можно пойти куда-то, чтобы послушать проповедника и поучиться, как развиваться в Боге, но у вас не должно быть такого намерения. Я приду туда, он возложит на меня руки, и ко мне перейдет то, что есть у него. Не дай вам Бог всю жизнь пробегать с одного собрания на другое, но так никогда и не начать применять услышанное. И, таким образом, быть слушателем забывчивым, но не делателем. Кроме того, проповедующие могут вести вас в заблуждение, говоря, вам нужно получить это, вам нужно приобрести то. Нет, не нужно. Никаким возложением рук вы не приобретете веру, не добавите к ней добродетели, а к добродетели – рассудительность. Развитие этих качеств зависит только от вас. Познавая глубины Слова Божьего, вы растете в нем. Вспомним эти слова. «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу» Ефесянам 5.19 «Именно так вы воодушевляетесь, именно так вы растете, именно так укрепляетесь в вере». Давайте рассуждать. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя и лукавый не прикасается к нему». 1 Иоанна 5.18 «Кто хранит грешника от греха? Он сам? Конечно, Бог хранит нас, но это только одна сторона медали. Здесь сказано, что и мы должны хранить себя. И тогда Бог сохранит нас». Я специально заостряю внимание на этом. Ударение здесь поставлю на нас, а не на Боге. Вам не нужно вопить к небесам с рыданиями и стенаниями, чтобы что-то произошло. Все уже произошло, когда вы родились свыше. Просто вы не научены тому, как распоряжаться тем, что вы получили при рождении. Вы привыкли жить эмоциями и теперь ищите чувственных доказательств того, что вы получили нечто особенное. А у вас уже есть все, и оно особенное. Поймите же, наконец, в чем суть веры. Это значит верить Богу на слово, верить, что Его Слово истинно, а затем жить в соответствии с этим истинным Словом. Еще раз обратите внимание на это фантастическое обетование. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Хотели бы вы жить в таком месте, где дьявол не мог бы к вам даже прикоснуться? Тогда для вас черным по белому написано «Храните себя». Вы рождены от Бога. Не грешите. «Ну, я попробую не грешить», – отвечаете вы. «Не грешите», – повторяю я. «Вы что, хотите сказать, что мы можем жить без греха?» Да, от вас ожидается именно это. Данное требование не завышенное. Оно не для избранных одиночек. Вы должны были понять это, как только родились свыше. Обратите внимание на слова. А паче всего возьмите щит веры, которым можете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Ефесянам 6.16 Паче всего указывает на то, что вера – самая важная составляющая в борьбе с сатаной. Вы способны угасить все раскаленные стрелы лукавого. Именно так вы и оказываетесь в месте, где лукавый не может даже прикоснуться к вам. Вы храните себя с помощью щита веры, защищающего вас от всех козней дьявольских. Это и есть пробуждение, если уж говорить о пробуждении. Дьявол не может войти в вашу жизнь, когда захочет. Написано, что он ищет, кого поглотить. То есть он не может поглотить любого. Большинство христиан, с которыми я общался, считают сатану настоящим богом, только чуть пониже рангом, чем сам Творец. Они думают, дьявол является богом этого мира, значит он такой же бог. Ну, только немножко поменьше Яхвы, потому что язык не поворачивается назвать дьявола равным богу. Но дьявол вокруг и везде, почти настолько же всемогущий, как и Творец. Нет и нет. Никакой он не всемогущий. Дьявол убедил вас, что он сильнее, чем на самом деле, а вы попались на этот крючок. Я вам приведу такой библейский пример. К младенцу Иисусу пришли три мудреца с Востока. Они ждали рождения царя и узнали по звездам, что этот час настал. Сатана же, действовавший через Ирода, издал указ об убийстве всех вифлеемских младенцев мужского пола возрастом до двух лет. Подумайте, мудрецы смогли найти мальчика, а дьявол не смог. Они оказались умнее. Сатана мог бы посмотреть на те же звезды, что и эти астрономы, и все вычислить, но ему это не удалось. Дело в том, что ум дьявола помутнен, и он не так уж проницателен, как пытается заставить вас думать. Сатана знает ваши мысли по той причине, что он сам вложил их в вашу голову. Он их вложил, а вы их исповедуете. Он не способен читать ваши мысли, если эти мысли не его. Вы можете жить в месте, где вы будете полностью обеспечены защитными средствами, но использовать эти средства – ваша задача. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваши звания и избрания. Так поступая, никогда не приткнетесь. 2 Петра 1.10 Я каждый раз изумляюсь тому, насколько тщательно Бог меня защищает, насколько Он заботится обо мне. Он благословляет меня, даже когда я об этом не прошу. Это потрясающе. Бог покровительствует мне, и вам тоже. Он не относится ко мне как-то особенно. Я осознаю это покровительство и живу под ним. Это здорово, и это благословение от Господа. Я не гоняюсь за благословениями. Еще в древние времена Бог сказал, если будешь поступать правильно, благословения последуют за тобой. Не сказано, чтобы я гонялся за ними. Сказано, что они догонят меня. Если вы гоняетесь за чем-то, возможно, вы это получите, но вам придется нелегко. Я ищу того, чтобы быть полезным для Царства Божьего, насколько это возможно. Если честно, иногда даже думаешь, о боже, это уже слишком. Боюсь, что твои благословения заставят меня разнежиться. Бога не надо умолять благословить вас. Вспомните себя. Если вы кого-то любите и знаете, что ему что-то нравится, вы пойдете и купите это для него. Бог поступает так же. Когда вы исполняете его волю, вы радуете его, и он будет радовать вас. Потрясающе! Скажем, вам понравилась какая-то вещь, и вы не против ее иметь. Тем не менее, вы над этим не ломаете голову, а просто делаете свое дело. И вдруг кто-то вам дарит эту вещь, и вы думаете, спасибо, Боже, но я даже не просил об этом. Бог благой. Он будет изливать на вас благословения, если, конечно, вы не начнете делать из них кумиров. Давайте обратимся к важному отрывку из Писания, обучающему, как жить без греха. Отрезвитесь, как должно, и не грешите. Ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. 1 Коринфянам 15, 34 Отрезвитесь, как должно. Будьте достойны праведности Божьей. Когда Божья праведность становится образом жизни, грех отпадает сам. Он теряет для вас свою привлекательность, и вам больше не нужно бороться со своими дурными привычками. Не сложно перенести все свои грехи на лист бумаги, но если вы не хотите, чтобы они владели вами, отрезвитесь, как должно, к праведности Божьей. Суть не в том, чтобы пытаться не грешить. Суть в том, чтобы жить в праведности. Позвольте дать вам определение праведности. Быть праведным, стать праведным. Стать таким, каким должен быть. Узнав об этом, я был потрясен. Через рождение свыше Бог сделал вас тем, кем вы должны быть. Полноценным. Праведным. Вы уже стали таким. Но, возразите вы, я не вижу себя праведным. Конечно, мы остаемся грешниками, но растем в праведности, обновляясь умом. Растем в том качестве, в каком родил нас Бог. Вы рождены во Христе, и в нем вы праведны. Вы не продукт духовной эволюции. Вы плод духовного рождения. Вы новое творение, совершенное и полноценное во Христе. Вы развиваетесь в познании того, кем вы являетесь, но являетесь именно во Христе. Во Христе не бывает праведности наполовину. Вы либо праведны, либо неправедны. Все сомнения по этому поводу надуманы, они не изменяют сути. И развиваясь в познании себя во Христе, вы не становитесь кем-то другим. Вы остаетесь тем, кем уже являетесь. Обновляйте ум, и все начнет изменяться в вашей жизни. Вы будете по-другому мыслить, говорить и действовать. Павел пишет, потому что конец закона Христос, к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит, не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры, которое проповедуем. Римлянам 10, 4, 8. Исполняющий закон может сказать, я пащусь, я молюсь, плачу десятины, делаю все правильно, значит я прав перед Богом. Но такая праведность относительно. Человек, исполняющий закон, все равно остается грешником. Павел говорит, что законники, не понимая этого, стремятся установить собственную праведность. Верующий же говорит, Христос сошел с небес, я верю. Христос сошел в бездну, я верю. Близко ко мне слово, в устах моих и в сердце моем, то есть слово веры, которое проповедано. Прочтите это и пробудитесь. Я не думаю, что вы после этих строк останетесь спящим. Вы не сможете посапывать, если прочли это и поверили. Почему? Да потому, что это сама жизнь. Если вы окунетесь в грязь, вы станете грязным. Если окунаетесь в слово Божье, вы становитесь чистым, праведным. Ваша вера укрепляется, ваши дары развиваются. Библия говорит, отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. 1 Коринфянам 15,34 Снова речь идет о знании и незнании. Вас никогда не интересовало, почему нам нужно лишь узнать о чем-то, чтобы стать этим? Потому что вы уже полноценны. Вам только нужно это понять и, опираясь на слово Божье, обновиться умом в познании того, кем вы уже являетесь. Павел пишет, Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божье, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Евреям 5,12-13 Я это понимаю так. Пока вы не поймете своей праведной позиции перед Богом, пока вы не поймете, что созданы им таким, каким должны быть, вы будете младенцем во Христе. Вам всегда будет нужно молоко, вы всегда будете несведущими в истине. Вы всегда будете стараться стать кем-то, вместо того, чтобы исходить из того, кем вы уже стали. Праведность – ключ ко всему. Как только церковные общины это поймут, наступит пробуждение. Все люди на земле ищут правды. Все хотят быть правыми перед Богом. Они ищут того, что им поможет в этом. У вас может быть вера, но если вы не утверждены в праведности, ваша вера тщетна. Вы все время будете в поиске, думая, да, у меня есть дар веры, но как и когда мне их использовать? Однако, как только вам станет ясно, кто вы во Христе, кем вы были созданы и должны быть, вы поймете, что невозможно одновременно верить и поступать неправильно. Многие попытаются научить вас, как поступать правильно. Но поймите, Иисус исцелял больных не потому, что был технически подготовлен. Он исцелял их благодаря тому, кем он был в Отце. Осознавая это, Он постоянно пытался открыть глаза другим, говоря, «Я и Отец одно, мы с Ним едины». Он так молился за учеников на Тайной вечере. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня». Иоанна 17, 21. «Он в нас, а мы в Нем». Он говорит, «Пока вы этого не поймете, вы всегда будете мучиться, пытаясь достичь Меня». Суть не в том, что Иисус сделал все правильно, суть в том, что Он не мог сделать ничего неправильного. Как-то я молился, не веря в результат. Не знаю почему, но Бог продолжал отвечать на эти мои молитвы. Он не должен был на них отвечать, тем не менее отвечал. Господь сказал мне, «Я буду исцелять этих людей из-за твоего отношения ко Мне, а не из-за их отношения ко Мне». Это откровение перевернуло мою жизнь. Я попросил у Бога подтвердить сказанное Писанием, поскольку не верил, что такое может быть. И Бог напомнил мне об Аврааме и Лоте. Бог пощадил Лота ради Авраама. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственно совершенным, у которых чувства, навыкам приучены к развлечению добра и зла. Евреям 5, 13-14. Если вы молитесь о чем-то, чтобы иметь навык, а не для того, чтобы этим обладать, ваше чувство все равно научится отличать добро от зла. В книге Бытие сказано, «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие 2, 15-17. Бог дал человеку две заповеди. «Владычествуй над землей и не ешь от дерева». Одна заповедь делай, вторая не делай. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Матфея 22, 35-40. Здесь тоже говорится о двух заповедях. Обратите внимание, Бог дал Адаму две заповеди. «Господствуй над землей и не ешь от дерева». А Иисус говорит о двух заповедях, которые являются наивысшим. «Люби Бога всем своим существом и люби ближнего как самого себя». Обе заповеди Иисуса позитивны. Делай и делай. Адаму же были даны одна заповедь негативная, другая позитивная. Делай и не делай. Иоанн пишет, «А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Кто говорит, «Я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец и нет в нем истины». 1 Иоанна 2, 3-4. Вы не приблизитесь к Богу, исполняя его заповеди. И наоборот, став близкими с Богом, вы станете исполнять заповеди. Христианин не должен исполнять правила для того, чтобы доказать себе, что он праведен. Он уже праведен перед Богом, потому и поступает правильно, исполняя заповеди. Это происходит само собой. А если кто говорит, «Я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец и нет в нем истины». А кто соблюдает слово его, в том истинно любовь Божья совершилась. Из всего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. 1 Иоанна 2, 4-6. Такими должны видеть нас окружающие. Если мы говорим, что знаем Иисуса, значит и поступать должны, как Он. Дальше говорится, «И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его и Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам». И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по духу, который Он дал нам. 1 Иоанна 3, 22-24. Читая начало этой фразы, где говорится о соблюдении Его заповедей, мы можем подумать, это о том, чтобы не ругаться, не воровать и не курить. Но речь здесь идет не об этом, а вот о чем. Верить в Того, Кого послал Отец. Любить Его всем существом и любить ближнего, как самого себя. Если вы любите Бога и ближнего, вы не будете воровать у ближнего, вы не будете завидовать соседу, у которого есть то, чего нет у вас. Не так ли? Понимаете? Акцент поставлен на том, чтобы любить Бога, а не на том, чтобы не делать плохого. В мире есть немало добропорядочных людей, которые не крадут и не ругаются, но они не знают Бога Спасителя. Их не спасет то, что они не поступают плохо. А мы, христиане, не делаем зла просто потому, что любим правду. Всякий, верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И всякий, любящий родившего, любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжкие. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир. Вера наша. 1 Иоанна 5, 1-4 Заповеди Бога не тяжкие, то есть не трудны в исполнении. И всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, а не наоборот. Дело не в преодолении себя или препятствий, а в победе над миром. Сия есть победа, победившая мир. Вера наша. Итак, вы побеждаете не видением, не самочувствием, а верой. Будьте тверды в вере, воздавая славу Богу, ибо верен обещавший. Продолжайте поступать по вере, пока Божье Слово не воплотится на физическом уровне. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? 1 Иоанна 5, 5 Я попытался вам объяснить, кто вы во Христе и как вам узнать о своей полноценности и пробудиться. А пробудившись, вы уже можете петь, танцевать, прыгать и кричать. Но не путайте, не пение, танцы, крики и прыжки делают вас пробужденными. Наоборот, пробуждение побуждает вас вести себя так. И дело вообще не в служении, ни в музыке, ни в возгласах и в восторженных эмоциях. Дело в наполнении вашей души Словом Божьим и исполнении Его воли. И когда вы что-то делаете, делайте это не для того, чтобы почувствовать себя праведным, а потому что вы уже праведны во Христе. Вы праведны перед Богом, а потому можете без чувства вины любить Его и своего ближнего. И относиться к ближнему так, как хотели бы, чтобы Он относился к вам. Я очень хочу, чтобы вы поняли, Бог уже сделал для вас все, что хотел сделать. Исцеление включено в искупление. Мы стали причастниками Его божественного естества, и у нас есть все необходимое для жизни и благочестия. Каким образом? Бог дал нам и Иисуса, а вместе с Ним и все остальное. Это произошло при нашем рождении свыше. Сказано, что мы благословлены всяким духовным благословением в небесах. Это факт. Ранами Его мы исцелились. Бог уже сделал все, что собирался сделать, но и нам необходимо кое-что делать. Возгревать свои дары, обновлять ум напоминанием истин Божьих, а также вырабатывать в себе такие качества, как благочестие, рассудительность, воздержание и тому подобное. Если вы так поступаете, то никогда не споткнетесь. Вы храните себя, поэтому лукавый не может вас коснуться. А это значит, что вы не заболеете. Ваше здоровье будет небесным. Бог хочет делать намного больше, чем просто исцелять, кормить, одевать, обувать нас. Он хочет научить нас быть сытыми, здоровыми, жить полноценной жизнью. Если вы думаете только о себе, пределом ваших мечтаний будет то, как бы вам самим исцелиться. Если же вы думаете о других, тогда вы будете стремиться оставаться здоровыми, для того, чтобы заботиться об окружающих. Я считаю, что один из серьезных обманов дьявола, прижившийся в современных церквах, основан на неправильном толковании. Мы все читаем о том, что Иисус пришел дать нам жизнь с избытком, но нигде не говорится, что Он пришел дать нам роскошную жизнь. Роскошная жизнь у торговцев наркотиками. У них деньги, машины, дома и все, что пожелаешь. Когда у вас много всего, это и есть избыточность, изобилие. Но Иисус сказал, «Я пришел дать вам жизнь, которая избыточнее всего остального». Другими словами, это жизнь, бьющая ключом. Такой жизни нет ни у одного торговца наркотиками. У них может быть избыток роскоши, но не жизнь, бьющая ключом. Жизнь, бьющая ключом, означает следующее. Ее так много, что меня распирает изнутри, да еще хватает на всех окружающих. И это жизнь, полная веры и даров Духа. Жизнь в помазании, в Духе Божьем, в силе Господа. Вы спросите, а что из этого влияет на исцеление? Я скажу так, все, потому что все это сама жизнь. Божья жизнь это и вера, и помазание, и дары. Мы стали причастниками Божественного естества, и в нас бьет ключом жизнь Зоэ, вечная жизнь, жизнь Бога самого, жизнь, существующая сама по себе, без всякой посторонней поддержки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова